Что же купить, если нужен новый кроссовер? Ничего европейского и японского с официальной гарантией на данный момент нет, и эту нишу закрывают китайцы. Сегодня у нас обзор не бэушки, а абсолютно нового автомобиля. Итак, встречаем Джилиманджаро. Обязательно досмотри этот обзор до конца, если хочешь знать все достоинства, нюансы и особенности этого автомобиля, и почему для него не стоит вызывать эвакуатор. Может вырвать усилитель вместе с бампером. Мультимедиа могла бы работать и побыстрее. То, как она съедает ямки у хаба, ощущение намного лучше, чем, например, у Тигуана, либо Кодиака, либо у той же Тугелы. У нас для вас сюрприз, расскажем позже. Давайте сразу по фактам. Джилиманджаро построен на той же самой платформе, что и Тугелы. К слову, оба этих автомобиля на китайском рынке называются буквально одним общим именем – Сингуи. Разве что к названию вот этой модели добавлена буква «Л». Неспроста Манджаро длиннее на 18 сантиметров. При этом колесная база тоже увеличена. Тут прибавка составляет 14 сантиметров в длину по высоте, и ширине Манджаро и Тугелы приблизительно равны. При том, что шасси у них практически идентичные, Манджаро гораздо вместительнее. На заднем ряду очень просторно. Багажник Манджаро – это 562 литра против 326 литров у купеобразной Тугелы. И надо отдать должное дизайнерам Манджаро – этот кроссовер не превратился в чемодан-сарай на колесах, а выглядит он довольно-таки легко и стройно. По кузову у Манджаро пока явных, повторяющихся проблем нет. Но есть нюанс – это вспучивание хромированного декора. На нем, вернее даже под ним, появляются пупырышки. Они не темнеют и не ржавеют. Вероятно, это случится позже. Виновником пока считают реагенты или агрессивные моющие средства. Имеется в виду агрессивная химия на бесконтактных мойках, поэтому на Джили Манджаро посещайте дорогие проверенные мойки. И еще бывают случаи замерзания тросиков ручек задних дверей. Дело в том, что на эти тросики попадает влага то ли с моек, то ли от дождя, то ли сконденсированная, и тросики примерзают к своим рубашкам. Мультимедийная система без проблем перепрошивается, и ее можно не только русифицировать, но и выжать все плюшки из андроида. Дело в том, что владельцы этих автомобилей знают название кастомной прошивки, которую в принципе и зашивают. Не будем на этом заострять внимание, потому что здесь в принципе подводных камней нет. Ну и от себя добавим, что мультимедиа могла бы работать и побыстрее, учитывая современные тенденции. Ну и изображение, как мне кажется, не такое качественное, как у Воя и Зикера. Слева же в торце левого подрулевого лепестка есть такая кнопочка, которая листает менюшку, которая тоже находится слева. И там, среди всего прочего, можно найти показания уровня масла. Так вот, этот датчик не совсем корректный, и всегда показывает средний уровень масла, даже если в поддоне масла нет совсем. Но в этом случае, если нет масла, загорится индикатор низкого давления масла. Дело в том, что у Манджара нету щупа совсем, а измерить масло можно специальным способом. Так вот, считать данные с датчика уровня масла можно специальным сканером. И там данные показаны не в литрах, а в миллиметрах. То есть, по факту, достаточно 52-54 миллиметра, а самого масла в поддоне 5,5 литров. В продаже также есть нефирменные сканеры по типу ELM, которые втыкаются в ВБД разъем, соединяются по блютуз со смартфоном, а также можно соединить еще этот сканер с мультимедийной системой и установить приложение для связи с ним прямо в нее. Нефирменные диагностические сканеры отлично читают диагностические параметры от блока управления Denso. Но буквально с сентября 2023 года начали устанавливать модуль от Bosch. И далеко не все доступные сканеры и ПО читают с него диагностические параметры. Вот этот блок находится под капотом слева, возле аккумулятора. И вот на Denso невооруженным взглядом нельзя разглядеть логотип, а вот на Bosch сразу видна табличка идентификационная. У большинства Manjaro под капотом двухлитровый агрегат. Это вольвовский мотор, хотя диванные эксперты нам в комментариях напишут иное мнение. Но в нашем случае у нас для вас сюрприз, расскажем позже. Это не так. Так вот. Двухлитровый мотор прекрасно себя зарекомендовал. В разрезе той же Тугеллы есть машины, которые проехали 250 тысяч километров и нет никакого намека на капремонт. Прекрасный двигатель, масло не ест. Да, в приводе клапанов у этого мотора нет гидрокомпенсаторов, но моторы Volvo, подчеркну, бензиновые, начали лишаться гидрокомпенсаторов еще до 2000 года. А затем гидрокомпенсаторы исчезли совсем. Если вы эксплуатируете такой двигатель без ГБО, то о регулировке тепловых зазоров можно забыть до 500 тысяч километров пробега. Регламент на Manjaro расписан на 5 лет или 150 тысяч километров пробега. То есть пока не сойдет гарантия. И, естественно, о регулировке тепловых зазоров там ничего не сказано. Ремень ГРМ надо менять каждые 100 тысяч километров. Стоит ремень всего лишь 60 долларов. Его ролики по 60 и 100 долларов. Иридиевые свечи Denso можно найти по 22 доллара штука. А вообще все для обслуживания Manjaro есть в наличии. Помните, за новыми запчастями и расходниками тоже в «АвтоСтронг». Катушки зажигания по 100 долларов. Ремень генератора стоит от 10 до 20 долларов. А его натяжной ролик – 50-80 долларов. Но есть аналоги по 20. Масляный фильтр продается по цене от 6 до 20 долларов за оригинал. Но у нас тут эксклюзивчик из Китая. Таких Manjaro буквально 2 процента. Вообще свежачок. И, кстати, машинка продается. Ссылочка на объявление будет в описании. И установлен здесь полуторалитровый ДВС, трехцилиндровый и уменьшенный двухлитровый мотор. То есть с ним тоже никаких проблем не должно быть. А характеристики вот этого вот гибрида вы прямо сейчас видите на экране. Этот «Джили» может предложить три режима езды. Один электрический и два гибридных. С первым все понятно, полностью полагаясь на электромотор и батарею. И в таком режиме Manjaro может проехать 207,5 километров по циклу WLTC. Если все же бензиновый двигатель завелся, то он может работать в качестве генератора, не передавая никакого момента на ведущие колеса. И в таком режиме, то есть этот двигатель будет заряжать батарею. И в таком режиме «Джили» Manjaro вот в этой версии, в гибридной, может проехать 1250 километров. А также есть еще режим, когда ДВС работает вместе с электромотором. Тогда запас хода 1300 километров. Но есть еще один режим. Когда Manjaro едет на старом добром бензине, включить этот режим принудительно нельзя. Он включается сам, когда батарея у этой машины полностью разряжена. И еще очень интересный нюанс. Дело в том, что буксировочная проушина, что спереди, что сзади, не предназначена для того, чтобы вытягивать этот автомобиль из грязи. В инструкции даже запрещается с помощью нее погружать этот автомобиль на платформу эвакуатора. То есть, все это написано на 223-й странице инструкции. То есть, инструкция предполагает, что за эту проушину можно буксировать «Джили» Manjaro по идеально ровной поверхности. Дело в том, что вот эта проушина вкручивается в усилитель бампера, а не в лонжерон. И от чрезмерной нагрузки может вырвать усилитель вместе с бампером. И, к сожалению, инструкция нам не рассказывает, как буксировать «Джили» Manjaro, то есть, как вытаскивать этот автомобиль из грязи и как погружать его на платформу эвакуатора. Автомат точно такой же, как и у «Тугела» «Айсен ТГ-81СЦ» восьмиступенчатый. Инструкция гласит, что эта трансмиссия не обслуживаемая, поэтому менять вне масло или не менять — решать вам. Возможно, частичная замена масла. И масло можно слить через пробку в поддоне. Через верхнюю пробку доливайте свежее масло. Уровень выставляется при прогретой до 55 градусов трансмиссии по вытеканию через переливную трубочку. Она совмещена со сливной пробкой. И масляный фильтр можно поменять только после разбора трансмиссии. Ну, а сейчас мы поедем на небольшой тест-драйв. Есть еще у нас подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами, в отличном состоянии и с полным комплектом документов. Нужен мотоцикл в «Мотостронг». Ссылочки в описании. Подвеска на «Джили Манджаро» плавная и вот такая энергоемкая. То есть ощущение, как едешь реально на большом автомобиле. И вот то, как она съедает ямки у Хабы, вот ощущение намного лучше, чем, например, у Тигуана, либо Кодиака, либо у той же Тугелы. Если говорить про рулевое управление с электроусилителем, вот оно настроено на комфорт, но в то же время оно довольно-таки четкое. Шумоизоляция у этой машины качественная, вот как будто премиальная. В общем, ощущения очень положительные. Но на самом деле все современные машины вот такого класса очень похожи по ощущениям. То есть ощущения очень схожи с Voya Free. Есть очень интересная классная особенность вне оригинальной прошивки. Можно сказать «Привет, Джили!» и тогда включится голосовой помощник. То есть с помощью вот этой вот Алисы можно настраивать, например, навигацию и ничего там не тыкает. Но на самом деле очень удобно. Теперь такой момент, как ускоряется вот этот гибрид. А ускоряется-то он довольно-таки неплохо. Если говорить в общем, то ощущения от этой машины самые положительные. Вдобавок стоимость ее не так велика, как, например, стоимость бэушных европейцев. А эта машина сама по себе современная, плавная, можно даже сказать мощная и экономичная. Вдобавок у этого автомобиля очень качественный и приятный салон. Опять же, упомянем стоимость. Во время эксплуатации зимой владельцы заметили неадекватную работу системы удержания в полосе. Дело в том, что когда зимой эта система видела препятствие, например, сугроб, но мимо которого можно было смело ехать, она внезапно отворачивала руль от этого препятствия. И вот такая же ситуация случалась на плохо очищенной снежной дороге. И, кстати, эту систему можно отключить в штатных настройках. Но после перезапуска двигателя она будет вновь активна. Наиболее пытливые владельцы Манжаро научились заходить через мультимедийную систему в инженерное меню. И там вот эту систему можно отключить насовсем. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. У нас версия гибридная. Видим большую батарею. А в обычных же Манжаро полноприводных задний редуктор подключается муфтой Халдек 6-го поколения. Эта муфта всем хорошо известна. Она почти такая же, как на Вольксвагенах и Вольво. Есть ремкомплекты. А необходимость перебирать эту муфту возникает в пробегу в 150 тысяч километров. Но все-таки, чтобы муфта прожила немножко больше, надо периодически в ней менять масло. Масло можно подбирать по каталогам Вольксваген и Вольво. А также есть еще масло от Борг Варнер. И у этих масел есть еще много аналогов. К сожалению, масло для муфт Халдекс, начиная с четвертого поколения, сильно сгущается, сбивается в гуталин и закупоривает маслозаборник электронасоса. Как итог, электронасос выходит из строя к пробегу в 60-80 тысяч километров. И этот факт известен по автомобилям Вольво, Вольксваген и Opel, на которых эта муфта очень часто встречается. Зная все это, многие владельцы Манджаро побежали быстренько менять масло в Халдексах. И, как выяснилось, не зря. Потому что масло, которое было залито с завода, через 20 тысяч километров превращалось в нечто отвратительное. Также владельцы начали интересоваться и о масле в редукторах. Ситуация такая же. До 20 тысяч километров пробега и масло начинает выглядеть странно. Короче, начали менять масло и в редукторах. В передней и задней редукторах идет по 450 грамм масла 75 V90. Трансмиссионная. Ну и что еще добавить? Сливные и заливные пробки есть. Сливная пробка с магнитом. При том, что Манджаро вытянулся в длину на 477 сантиметров, он базируется на компактной модульной платформе Volvo. А это значит, что спереди у него стойки Макферсон, сзади на горычажках. Вся эта архитектура как на Tugello и Volvo XC40. На шасси Манджаро жалоб пока нет. Практически все запчасти есть в наличии. И, естественно, вы можете приобрести их на нашем сайте. Замены оригиналу немного. Например, передние рычаги продаются за сумму эквивалентную 200 долларов. Стойки стабилизатора дорогие. По 120 долларов за штуку за оригинал. Но есть не оригинал по цене менее 10 долларов. Рулевой наконечник обойдется в сумму порядка 77 долларов. А рулевая тяга от 20 долларов. Это все цены за детали в наличии. Зачастую, если выбирать покупку под заказ, то стоимость ниже. Передние тормозные диски в розницу стоят по 200 долларов. Тормозные колодки по 80 долларов. Напоминаем, что владельцы Gilly Tugello говорят, что тормоза слабоваты. И устанавливают диски и колодки от Volvo XC40. Скорее всего. Но это не точно. Так можно сделать и на Манджаро. Ну и еще ступичные подшипники для Манджаро стоят по 300 долларов. Задняя многорычажка ничего особенного из себя не представляет. Стойки заднего стабилизатора продаются по 50 долларов. Рычаги задней подвески не очень-то дорогие. По 50-60 каждый. Даже подпружиненный и продольный. К поперечным тягам предлагаются не оригинальные сайлентблоки. Ну, вот таким вот получился наш обзор. Вы узнали все достоинства и нюансы этого автомобиля. И теперь можете принять абсолютно адекватное решение о его покупке. Кстати, вот эта машинка продается. Ссылочка будет в описании к этому ролику.